Считай. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Матфея 5 глава 16 стих. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Толкование. Посему, когда мы делаем доброе дело, то должны делать его не для своей славы, а для славы Божией. Толкование закончилось. Кажется, толковать нечего. А сколько за этим скрывается? Здесь всегда надо. Одно дело скрыться, чтобы никто не знал, и жизнь прожила где-то в темноте, в подвале, зарылся под землю, жития святых отописывать, на столпе замуровался, мать родная не может прикоснуться в шалаше. А человек добрый. А какие добрые дела? Один спрятался и всю жизнь не был. А они молились. Тогда нигде такого нет, чтобы молитва была. Ты молился и не видел результатов молитвы, и не знал. Пороки говорили, они наблюдали. Дальше как события будут развиваться? Апостолы, о чем говорили, они это видели. Именно добрые дела подтверждают, что ты верующий. Делами никто не спасается. Мне приходилось беседовать и с мусульманами, они говорят, ну неужели нельзя вот так спасти, чтобы мы начинали делать доброе дело, и все раздали, дальше делали. То есть добрые люди-то. Слово Божие, говорит, не делами оправданных человек, но веры. Израиль искал в делах, и ничего не нашел. Когда желаю делать доброе, предлежит злое. Когда начинает человек делать, а что ты там это трубишь? Вот я когда насчитывал, Яна Златоуста, Василия Великого, Ефрема Сирина, Жития Святых, Библию, священники нередко говорили. Ну вот, пленки сделали там, раздаете, а Счастлавие не подходит, а вас столько говорят там, вплоть до патриарха, везде катушки, и за границей. О чем говорить? А как должен был сделать? Дома потихоньку насчитать, и куда-то их спрятать, или как? Как я могу дать людям? Я для людей делаю. Вот я и знал трехтомник Нового Завета. Вот она, 38 книг. Я что? Дома должен был их как-то зарыть, куда-то спрятать, или о чем речь идет? Здесь речь идет о том, чтобы ты не тщеславился, и о том, чтобы дела эти были явно перед Богом явлены, а как перед людьми? Я же для людей делаю. Люди обращаются к Богу. А как апостол Павел не боялся писать послания? Эти послания при нем читали. Он об этом прямо говорит послание Колоссиным. И все люди знали, что написал Павел. Чтобы люди именно видели. Дела будут явлены сами по себе. Что бы ты ни делал, помог, как Филарет Милостивый, раздал все. И мы считаем в житиях святых, что оно все так и было. Люди видели, знали, и по-другому не было. Слава Христу! Если бы Антоний Великий-то не увидел, как христиане помогают всем людям, когда он был призван в армию и шел, то как бы он обратился к Богу? А он именно на этом обратился. Давай. Матфея 5, глава 17 стих. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Толкование. Блаженного Фифилакта. Так как он намеревался вести новые законы, то чтобы не пошли его противником Божиим, он в отвращении такой мысли говорит, не нарушить пришел я, но исполнить. Как же он исполнил его? Во-первых, он исполнил его совершением всего сказанного о нем пророками. Посему Евангелист часто говорит, да сбудется реченное тем или другим пророкам. Исайя 83, глава 9 стих. Он исполнил закон и в том смысле, что исполнил его, ибо он в полном совершенстве начертал то, чего закон представлял одну тень. Закон сказал, не убей, а Христос и не гневайся напрасно. Толкование закончилось. Ну все, пророки о том и говорили, и все пришло к исполнению, и мы должны это подтверждать, зная Священное Писание. Восемнадцатый стих. Ибо истинно говорю вам, доколь не приедет небо и земля, ни одна иота, или ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все. Толкование. Здесь показывает, что мир приедет и изменится. Посему говорит, что пока стоит вселенная, не приедет ни малейшая буква из закона. Толкование закончилось. Вот не приедет ни одна черта из закона, то есть не исчезнет. Вот я как бы обращаюсь ко всем, тебе надо, вот каждый раз меня упрекают, вот это поехал там, пошел, посетил, вот там я, везде приходится бывать. Я говорю, а ты считал, что вот это вот не приедет? Ну да. Ну а ты можешь узнать, потеряли или не потеряли? Как ты можешь узнать? Вот через пять лет Библию издают, а там все или не все? А как узнаешь-то? Никак. А я узнаю. Я потратил немало времени, пока узнал, сколько букв во всей Библии, сколько букв, в каждой книге 77 книг. Это 9-й том, открытым оком. У меня написано. Помогали мне несколько человек, сидели на калькуляторах, считали, сколько черт, черточек, и сколько йод, то есть и краткой. И теперь я могу сказать, а где-нибудь есть это? Нигде пока я не встречал, ни в интернете, нигде. И вы уверены, что так. Ну сейчас техника помогает. Вот как мне. А это так нужно. Не нужно было бы, то Панин бы, профессор, 50 лет не потратил на это, когда вся она зашифрована, ни одной буквы нельзя сдвинуть. Даже где написано Иисус Христос, Христос и Иисус нельзя переставить. Такая четкость. Так Господь следит за Словом Своим. Слово Его несчетно, но возвратится, исполнив порученное Ему. Пророки об этом говорят. Вот так. Тебе это надо? А я прочитал, стал задумываться над этой фразой. Не исчезнет. Пришло время, я нашел, что Буху посчитан на английском языке, в английской Библии. Вот. Короля Якова. А на русском нигде не нашел. И занялся этим сам. Кого это интересует, ну, откройте у меня, зайдите на сайт кистине1.народ.ру И там в девятом томе открытым оком все данные выложены. Реестр, таблица. Пожалуйста. Матфея 5 глава 19. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в царстве небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в царстве небесном. Толкование. Малыми заповедями называют не заповеди закона, но те, которые он сам намеревался дать. Малыми же называют их по смирению, дабы тебя научить невысокомудрствовать в учении. Малейшим наречется в царстве небесном. Тот, кто сам не исполняет заповедей и учит других. Не имея дел, воскресенье окажется последним и будет брошен в гиену. Не думай, что он войдет в царство небесное. Нет, в царство небесное не войдет тот, кто учит других, сам презирая и попирая заповеди. Но под царством, разумеется, здесь воскресенье. Наперед сказал, сотворит, а потом уже научит. Ибо как мне другого вести по пути, по которому сам я не хаживал? С другой стороны, если я и творю, а не учу, не буду иметь такой награды, но заслужу даже наказание, если не учу по зависти или поленности. Толкование закончилось. Я этот стих предлагал разным людям. Баптистам и ни один не может истолковать. Ну, малейшее нарещаться. Ну, в царстве же небесном, хоть и нарушат. Ну, как он нарушен? Давай, блаженно нищий духом нарушил, гордый, не войдет. Ну, и так все. Никак не может войти. Это царство небесное называется приход Христа во второе пришествие. Приход его. И он нарещаться малейшим, то есть будет брошен в огонь вечный. Вот как дело обстоит. Так толкует блаженный Афеопилак. Да и так понятно. Я перебираю все девять блаженств. Любое нарушаю, ты уже не войдешь. А как в малейшем? Слово царства небесное, посмотри, как у Тимофея 4.1 говорится. Первое. В его пришествии и царствии его. Пришествии и царствии его. А малейший, то есть совершенно он негодный. И далее. Матфея 5 глава 20 стих. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Толкование. Под правдой разумеет всякую добродетель, подобно как в словах. Иов же был истинен, праведен, непорочен. Иов 1 глава 1 стих. Итак, вострепещи человек при мысли о том, сколько от нас требуется. Затем Господь научает нас, как нам превзойти книжников и фарисеев и исчисляет добродетели. Толкование закончилось. Вот такое простое место не превзойдет праведности книжников и фарисеев. Но как я могу знать превзойдет, не превзойдет, если не буду знать праведность книжников и фарисеев, не саддукеев. Фарисеи это православные, образно сказать, а саддукеи это все сектанты. Фарисеи все прибавляли там заповедь на заповедь. Это православное. А саддукеи все отбросили, оставили пяти книжек и в том не разбирались даже. Ну как его превзойти? Что? Фарисеи это плохо? Да, плохо. Павел не стыдится, говорит, я фарисей от фарисеев. От фарисеев. С фарисеев получился самый великий апостол. Даже в этом не хотят разбираться. Ну как превзойти, когда я не знаю, фарисеи что делали? Дальше изучали закон и книжки, да, изучали. А вы не изучаете. Вы должны превзойти их. Но чтобы узнать как, узнать и сколько время они тратили на закон Божий, на толкование, на свои талмуды. Как превзойти? Дальше что делали фарисеи? Они до мелочности выполняли закон. Какой закон, когда православные его не знают закон? Совсем не знают. Свечки, мощи, свечки, мощи, храмы, 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 крестные охоты, миротащивые иконы. Все вращается где-то в языческом или полуязыческом полумраке или полном мраке. Хотя названия этим вещам другие. Икона не идол, но поклонение ей сводится полностью как к идолу. Я перед иконой молился. Икона чудотворная. Несут на руках, а за ними толпа народу, крестный ход. Куда идут? Зачем идут? Когда за это время можно было ни один, кажется, огород скопать, ни одну главу Библии прочитать. Ничего этого нет. Обман. Попы ведут народ ложной дорогой. Превзойти книжников фарисеев. Они платили десятину? Платили десятину. Сатмина, Аниса. Здесь вообще не знают, что такое десятина. Каждый христианин обязан заплатить десятину. Считай, Тавита 1,8. Он платил три десятина. Ну, а почему ты не платишь? Я встретил однажды сектантского проповедника, он у них даже за пресс-фитера, хотя по православным канонам то он никто. Девять ребятишек. И он платит пять десятин. Пять. Я, говорит, всю жизнь сплачу. Для меня это было ясно. В день, когда я обратился, услышал о десятине, я сказал, я буду платить девять десятин. У меня была ревность, огонь внутри. И вот 50 лет позади я ни разу не нарушил эту заповедь. Сам до себя взял превзойти праведность книжников фарисеев. И оно как-то входит в это, вот как ночная молитва. Если ты не молишься, тебе трудно встать. А если у тебя есть ночная молитва, пусть она краткая будет, но ты должен встать, помолиться. Совершить одну-другую молитву, как Иоанн Златоуст говорит. Тогда это последняя мысль, когда ты ложишься в постель. Господи, только бы не проспать. Только бы вот эту личную, как, скажем, интимная встреча с Господом. А то фарисей, фарисей, увидели, что молятся фарисей. В Библии считаешь фарисей. Помогаешь кому-то фарисей. Фарисей, это когда делает напоказ и превозносится над другими. Мы-то фарисей зашли помолиться. А здесь говорится в положительном смысле. Если не превзойдет. А как превзойдет? Ты сначала достигни ее. У меня близкий знакомый был, Александр Иванович Устинов, герой веры. В свое время за веру, приговоренный к расстрелу. Он детям своим говорил, а детей у нее десять. Ну вот вы достигнете до моей жизни, как я живу. Ну и дальше продолжайте. То есть ученик не выше своего учителя. Мы не достигли уровня Савла. А Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Мне, не Савлу, а Павлу. А теперь Павлу надо достигнуть. И тогда усовершенствовавшись, будешь как учитель. Я вот до самой глубины старался доходить своим умом. Толкования нигде этого нет, о чем я говорю. Я просто рассуждал. Ну нельзя знать целые все буквы или нет, йоты, когда ты их не знаешь, сколько было. И нельзя превзойти праведность того, кого ты не знаешь. Праведностью Господь назвал все эти их дела. Праведности книжников-фарисеев. Дальше. Матфея 5, глава 21 стих. Вы слышали, что сказано древним, не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. Толкование. Исход 20, глава 13 стих. Показывает, что закон отменен. А если отменен и почти уничтожен, то его должен оставить и поспешить к новому. Толкование закончилось. Так, я что-то прослушаю. Что говорю вам? Вы слышали, что сказано древним, не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. Это Исход 20, глава 13 стих. Да. Показывает толкование, что закон отменен, а если отменен и почти уничтожен, то его должен оставить и поспешить к новому. Понятно. У нас тут у православных это 9 десятых или больше богослужений, основанных на Ветхом Завете. Все, что вокруг, вот есть, все это объяснение только оттуда. Там были светильники, но апостол Павел, светильники они светили. Сегодня шагу не могут без этого шагнуть. Проповеди нет, нужды никакой нет. А вот столько же предания, и при том оно не преданием является. И как только храм построили, сразу заблокировали всех людей. Храма не было, с людьми можно было говорить. Я свидетель этому. Я преподавал в университетах, разных школах, во всех отделах милиции, во всех техникумах, во всех школах, десятках школ. Три радиопрограммы вел. Как только дали свободу церкви, все задушили, подобрали под себя. Притом лгут непрерывно, на каждом шагу лгут священники. К словам Божьим добавляют, написано в притче 30-й, 6-й стих, не прибавляй к словам его, чтобы он, Бог, не обречил тебя, и ты не оказался лжецом. Отче наш, самая главная молитва, добавляет к ней Отца и Сына, и Святого Духа. Там нет этих слов. Это же молитва из Евангелия? Да, из Евангелия. Ну, ты свою состав, там ты и говори, Отца и Сына, и Святого Духа. Нет, ставили здесь. Зачем? Я еще ни разу не видел, чтобы хоть кто-то начал сокрушаться. Да как же так? Главная молитва, и мы туда добавляем. А как? Ибо твое старство, сила и слава вовеки. Не вовеки веков, а вовеки. Точка. Аминь. Вот что делается. И теперь, свят, 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 Господь Савовов, наполнишь небо славой своей. Обязательно, небо и земля, да нет здесь неба. Ну, где бы ни коснулся. Везде добавки, добавки, добавки. Зачем? Ну, так написано. Ну, а ты, если не скажешь эти слова, просто прочитаешь, Отче наш, и заканчивай. Избавим нас от лукава. Точка. Ибо твое старство, сила и слава, а не твое старство, Отца и Сына, и Святого Духа. А товарищ перепугал их. Двадцать столетий трясутся, не могут опомниться. Я не видел, чтобы хоть один совещанник стал сокрушаться. Как же так? В алтаре считаю и молитву Господню искажаю, добавляю. Не надо говорить, что это к лучшему. Моисей ничего плохого не сказал. Но как 105-й псалом говорит, не явил славы Божьей, он должен был сказать, скала, дай воду и отойти. А он неужели из этой скалы? И Бог говорит, не войдешь, не явил моей славы. И Бог обличит тебя. Вот я говорю, это уже обличительные слова. И вы окажетесь лжецом. Откровение 21-27, учится лжецов в озере Огненном. Мне, я не священник. Это понятно было сразу, в первый день, как только я прочитал, добавлять нельзя. Притом, не только книги Откровения по Калипсису, а второзаконие говорит, вторая глава, вообще к Писанию. И притом, дабы в точности исполнить Иисуса Новина 1-8, в точности, этого нет. И то, что я говорю, кому-то поможет, кому-то поможет, кто не связан со священниками. Они главные блокиратора, главные тормоза исполнения воли Божьей, бесстрашие полное. А вот архиерей сказал, попробуй не выполни, архиерей тебя сошлет туда, где ты не заработаешь ничего. Думай только о заработке. Так а что вы все обличаете? Слово Божие имеет эту силу. Я его просто передаю. Я не пророк. Повторяю, не пророк. Но я несу пророческое слово. И поэтому, в данном случае, Варух, он уподобляется Иеремии. Хотя Варух-то и не пророк совсем был. А теперь пророк. В вашем собрании. Хочу, Павел говорит, чтобы все пророчествовали. Значит, пророчествовали. И притом желают, чтобы все. Сегодня одного нету. А одного нету. Вот нашли, какой-то там старец, где-то кухша был. Вся страна туда двинулась. Когда по-апостольски каждый... Это что, это проповедь? А я сказал, говорю, книги мои, они написаны в пророческом духе. В каждом томе, открытым оком, около трех тысяч мест писания я привожу. Да с ума прямо сходят. Особенно жены священников, как бешеные делаются. Да как вы можете это говорить? Ну, я могу, ты не можешь. Твой муж этого не может говорить. Почему? Он раб чужого мнения. А Павел говорит, то не был бы рабом, говорит, Боже, если был бы рабом человеков. А то одно с другим не сходится. Как не можете служить Богу и мамоне. Пусть священники и мамоне не служат. Все продают. Если в церкви торговля, значит, Христос сюда еще не приходил. Значит, Христос здесь не был распят. Он в понедельник, на Страстной неделе и знал, вертепное называется. Если он там был, Христос, а почему торгуете? Вот на следующий день пришли, кто-то был в храм Соломонов-то, и там только разговор был о том, во вторник, что вчера Господь был, Иисус из Назарета, сын Марии. Ой, как он гневался. Он с гневом их порол, гнал. Сегодня этого нет нигде. Тише, блажь. И они добились такого уважения от священника, торгуют, прибыль ему составляет. Дешевт Меркуриев. Далее. Матфея 5, глава 22, А я говорю вам, всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему врага, подлежит Синодриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Толкование. Пророки, приступая к изречению пророчества, говорили, так говорит Господь. А Христос, показывая в себе божественное полновластие, говорит, Я говорю, те были рабы, а Он сын, имеющий все, что принадлежит Отцу. Кто гневается на брата своего, тот будет осужден. Но если кто гневается справедливо, для вразумления и по духовной ревности, тот не будет осужден. Так апостол Павел гневно говорил Елиме-волху и первосвященнику, впрочем, не напрасно, но по ревности божественной. Напрасно гневаемся мы тогда, когда гневаемся из-за имения, из-за чести и из-за желания отомстить за себя. Рока значит тоже, что ты. Поскольку презираемому нами человеку мы обыкновенно говорим «Поди ты», то располагает нас не оставлять без внимания из всего маловажного выражения и уважать других. Некоторые говорят, рока сирского значит гнусный. Таким образом, если кто станет поносить брата своего, называя его гнусным, тот будет подлежать суду собора апостолов, когда они сядут судить 12 колен. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Некоторые признают этот приговор слишком строгим и чашским, но несправедливо, ибо не достоин ли гиены тот, кто лишает брата разума и смысла, чем мы отличаемся от животных бессловесных. Кто поносит и бесчестит, тот прекращает любовь, а с прекращением любви уничтожаются и все добродетели. Подобно, как при любви, все они в силе. Итак, поноситель, прекращая любовь, прекращает все добродетели, и посему справедливо подлежит гиене огненной. Толково не заключается. Тут главное, что, если вот поносит человек, я говорю, ну ты сейчас вот говоришь-то, какие слова-то? Так тут написано «на брата», а какой ты мне брат? То есть он вчера был, причащался с одной чаши, а теперь я гневался, ему надо в эту строку войти, а тогда ты не брат. Ну справедливо или несправедливо, я считаю, это главное. Вот об этом и говорится. Гневаясь напрасно. А Господь не гневался. Ну как не гневался? Считай, Евангелие от Луки, третья глава, когда спросил, что делать, добро или зло, они молчали, возреб на них с гневом. Ну как? Если человек не гневается, это бесчувственная, бесспорная статуя. Человеку дано из улыбнуться и защищать. Кто бы соблазнялся, за кого я не воспламенялся. А что ты громко так говоришь? Я, допустим, глухой, плохо слышу, и поэтому мне надо кричать, и я поэтому сам так же говорю. Это все так делают. Понимать эти слова надо просто. Ну а можно так, что ты думал, что можешь говорить, а на самом деле нельзя. Златоуз говорит, безумнейший из безумных, кто отрицает существование Бога. Безумнейший из безумных. А человек, как сказал, безумец, сердце своем нет Бога. Он оттолкует это. Вот он как. А таких сколько? Так он безумец, каждый безбожник безумец. И ты ему можешь сказать? Можешь. Он безбожник. Он не брат. Да, действительно так. А верующий, верующий, когда говорит слова без смысла, это значит, что он никакой веры-то не имеет. А так тянется за кем-то, как правило, за попом. Батюшка, благослови. Батюшка, благослови. А священник благословляю. А Феофан Затворник говорит, а Бог говорит, я не благословляю. И что будет утверждено? А зачем тогда благословение? А за тем, что он молится, он знает, поддерживает молитвой. Канал связи молитвы. И апостол Павел нужался в этой поддержке. Но за правду. А не так. Я пошел беззаконие делать. У меня знакомая одна была, Хариска. Она близко знакомая. А брат у ней вор. И вот они удачно ограбили там, что хотели. И он дал обещание Богу, я куплю сто свечек. Представьте, сто свечек. Подойти сразу купить. У него охапка вот такая. Так там перед ним, как пред ледоколом, бабки в сторону. Ой-ой-ой, сколько свечек взял. Их оттуда положили, никто их не зажигал. Перепродали, обратно вернули в кассу. Второй, третий раз перепродают. Я это знаю. Я работал рабочим церкви. Ну и что? Ну то, что есть безумный, он таким образом и называется он безумным. А если он признает Христа Иисуса Господом, ты ему эти слова уже и не говори. Иногда говорят, бессовестный. Бессовестный это очень серьезный упрек. Совесть заснула. А совесть первичнее Евангелие, Иоанн Златоуст говорит. Это значит, канал связи с Богом полностью запечатан. Совесть, а что такое совесть? Я нашел просто на опыте. Совесть это тот участок души, души, через который слышится голос Божий. Бессовестный, значит, все закупорено, ему слово Божие ничего не говорит, обличительное слово ничего не значит. Просто как животное, почавкал, отошел от корыта, оправился, опять поел. Дальше. 23-24 стих. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, но и пойди прежде перемирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Толкование. Бог отказывается и от собственной чести, лишь бы мы хранили любовь. К словам, брат твой имеет что-нибудь против тебя, не превосокупил еще ничего. Справедливо ли или несправедливо имеет он, примирись. Притом, не сказал, если ты имеешь что-нибудь против него, но если он имеет нечто против тебя, постарайся примирить его с собою. А дар повелевает оставить для того, чтобы поставить тебя в необходимость к примирению. Ибо ежели при всем пожелаешь принести дар твой, то по необходимости должен будешь примириться. Но с ним вместе показывает и то, что любовь есть истинная жертва. Толкование закончено. Я встречал интересно. Блажение давать, нежели принимать. Протягивает руку, ну блажение давать, так вы давайте мне все. И здесь точно так же. Вот, и не можешь молиться, положи. А что ты молишься-то? Я тебя не просил, а ты молишься, не имеешь права молиться теперь. Ну, то есть начинает уже играть с Словом Божиим и заканчивает, как правило, эти люди печально. Бог просто разум отнимает, и они говорят, что не следует, и здесь свои слова терпят катастрофу. Я просто наблюдательно жил, это от меня Бог не отнял. И все старался это записывать, анализировать, считать, размышлять, искать ответы в других местах. Нельзя этого делать. Умом, как эквилибрист, шут, бубенщиками играть нельзя, благодари Бога. Я не должен ни на кого гневаться. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Мне неоднократно приходилось быть примирителем. Приходите и говорите, как ты, я говорю, вообще живешь? Вот гневаешься год, два, и кто бы что ни сказал, а раз гневный, ты находишься во мраке. Он все переворачивает. Там даже переворачивать нечего, там, ну, одно. Ясно, что тебе добра желает. А еще он добра желает. А ты с какой целью? Показать, что я такой-то? Ну, тебя Бог трогает, обратись. Нет, значит, ты безнадежно, далек от Господа. Положи жертву. Пойди, прежде примирись. Он имеет на тебя. Ну, и там и разбери, правильно или неправильно. Конечно, это очень неприятное событие, когда на тебя имеют, и затруднения в молитве. Но он имеет дальше, ты свободен. Особенно, это в семейных делах. Жена, она имеет на мужа, родителей, на детей, на работе где-то. И что, всегда можно это, как говорят, разрулить? Да, Один раз подойти и попросить прощения. А они не принимают это. Ну, допустим, старообрядцы, все гневаются на православных, что никоньяне. И ходить с ними мириться, абсолютно пустое занятие. Я готовил материал, допустим, о священстве, о благовестии проповедовать надо. Они хотели мне помочь, пришли ребята, хорошие, все ребята хорошие они. Но, сразу поставили условие, чтобы у меня не было выдержек, упоминаний о всех святых, канонизированных церковях православных, которые после раскола. Вот Иоанн Кронштадт, Игнатий Бричинин, Апиапан Затворник, там, Филарет, это сразу выбрасывают. То есть, они не просто их выбрасывают, они лишают их разума. Ну дальше, почему? Они плохо сказали, он ненавидит, он ненавидит, его так научили. А не признают святых и прочее, ни под каким видом. Это означает, они им закрывают ход в старство небесное. Ну, тут продолжает дальше. Эта канонизация означает уверенность, что человек находится в духе святом и на небе. Это намертво отрицает все. А которое православное, старое братство, точно та же история. Такое отношение к католикам, и католикам православным. Я всегда как бы на два голоса разговариваю. Ну, а ты как? Я так не понимаю. Я считаю, а вакуум протопоп святой, он гневный был, проще, но искупил все жертву, то, что умер за это. Как царь Николай. Да какой это царь-то был? Так. Не воле действило. Разве Иоанн Грозный или Петр Первый допустил бы, чтобы какие-то проходимцы, иноверцы здесь захватили власть и потом сто миллионов принесли в жертву. Как Достоевский говорил, придут, если они захватят власть, то сто миллионов обойдется это. Ну, можно разобраться об этом? Можно. Для меня, когда Ромеро убили, архиепископа в Сальвадоре, а я был в тюрьме, для меня в тот же день он стал святой. Я ему помолился, ходатайствуй обо мне. Мученик. Вот мать Тереза, для меня она святая, православные терпеть не могут, когда я говорю. Она живая, святая, как Иоанн Шанхайский, Сан-Франциский. На него один указал своим студентам католические, ксенцы, вот вы не верите, что есть святые живут? Посмотрите, идет под окном у нас. Вот так. Надо смотреть шире. Просчитай, Лотель, теперь в жизни своей проверни, всю обстановку, что видел, слышал, чтобы не ошибиться. Нам возврата не будет. А для чего жизнь дана? Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты, но чтобы здесь, среди земных страданий, найти следы небесной красоты. Должи у Бога подобиться, должи сродниться с Богом, чтобы у нас были чувствования, которые во Христе Иисусе. Эти слова повторяют, они знают. Это на каждом шагу нас можно обличать, что не те существования, а это обличает весь строй. Я говорю о православной в первую очередь, православной церкви. Всегда два рода записок. За здравие, за упокой, что Солженицын увидел, когда работал над Красным Колесом с архивами, со старыми газетами российской, сепархиальными. Убили, если покушение удалось у народовольцев, за упокой. Если не удалось, за здравие царя. Вот у нас в общине Крестовозреженской, город Барнаул, у нас три. Третье, самое большое количество, которые заказывают молиться, за обращение. А за здравие только за тех, которые действительно верующие церковные. За упокой у нас совсем мало. Которые твердо уверены, батюшка побеседует, чтобы можно было сказать раба Божия. А не так, подряд всех. И цыганы, и волшебников, и колдунов, и матерщинников, беззаконников. Зачем обманывать? Это просто шабашка поповская. Мертвых обирают. Через мертвых пытаются повлиять на этих. Я вот вижу, как умно составлено это было. Кем-то изобретен интернет. Вот. Тим Бернерс Ли. А как им воспользовались люди? Вот сейчас приучили в Мейл.ру. Вот у меня открыто. Вот. Я выставляю туда свои ролики. Это большой труд. Беседа. Вот это выставлено. Потом теперь она вставлена. Я заходить не могу. А купи у нас разрешение. Вот об этом говорится Тараси Бульбом. Вот. Кто захватил вот это все, а они сначала приучили людей. Вот. Я отстать, допустим, нынче. Поехал, выключил ее. Четыре месяца к нему не подходил. Мне нужды нету. Но я иду, потому что там много материалу. Мне отвечать приходится. Там книги, насчитанные мной Ян Златоуст. И вопросы. Полностью жития святых. И все время тянут деньги, как будто он бесплатно. Но табличка такая, вывешу, я не могу открыть свой ролик. Не могу заплатить деньги, возьми лицензию. То есть ничего нету, обман всякий или реклама. Реклама закрывает все. Возьмите его у нас, купите. Да немного, всего там 10 долларов в месяц. Отдай ему. Тогда будешь смотреть. Они сделали, приучили, а теперь закрывает. Ну зачем закрываешь-то? Ну, а чтобы ты купил у меня? Ну, еще Господь разве это не видит? И трудно догадаться, кто это делает. Это корыстолюбцы, говорят люди, не знающие Бога. Далее. Матфея 5 глава с 25 по 26 стих. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебе судье, а судья не отдал бы тебе слуге, и не верили бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондранта. Толкование. Некоторые думают, что соперником здесь называется дьявол, а путем жизнь. И что Господь внушает следующее. Рассчитайся с дьяволом, пока ты находишься всей жизни, дабы впоследствии он не стал обличать тебя за грехи, как бы присвоившего какую-нибудь его собственность. тогда предан будешь наказанию, пока не изгладишь и последних, самых малых, грехов, ибо кондрант равняется двум лептам. Но ты разумеешь, что Господь говорит это о здешних соперниках, научая не судиться и не переставать делать дела Божии. Если тебя обидят, говорит, не входи в суд, но помирись на пути, дабы при представлении соперникам сильного оправдания не потерпеть тебе чего-либо худшего. Толква не закончилась. Он тоже не понимает. Написано не судись. Ну, когда, говорится, когда соперниками тебя обидели, ты простил. Я начальник детского лагеря, 40 лет, 41 год. На меня нападают, сговорились все вместе сектанты. Они объединились с еврейской организацией ВНЗР. Там профессора были, коммунисты, КПРФ, секретари райкомов партии. Заказные фильмы ставят, клевещут. Подрыв деловой репутации. Я иду к ним и говорю, это же неправда. Ну, что, что неправда? Подавай в суд. Ну, больше чего говорить. Ну, клевета, сплошная клевета. У Света нет, а у нас там все освещение. За столом сидят клеенки, они нестроганные доски пишут. Подавайте в суд. Все время подавайте. Я подал в суд. Три процесса было, я их все выиграл, дали опровержение и заплатили. Так а зачем? Ты же верующий подал. Я верующий поэтому за дело Божие так и стою и я подаю и суд это конечная инстанция перед судом и президент должен стоять на вытяжку. Так уже устроено. И главное-то я все суды выиграл и они ничего не могли доказать, что мальчики у меня спят с девочками а то клевета чтобы у меня был. Три уголовных дела против меня возбегли. Я должен молчать? Или что? Я дважды сидел, знаю, что защищаться надо, потому что дело Божие. А почему вы решили, что нужно распространять вот тогда было при советской власти воины Яценевского там труды были ну и за многое меня брали за ярло пести. Пришло время я был реабилитирован и видно, что я не признал себя виновным а как я признаю виновным? Когда это хорошее дело я делаю я насчитал Библию Яна Златоуста и катушки раскатились по всей стране и даже далее. Так, на сегодня наверное хватит у нас. Благословен Господь Бог наш. Слава Ему. Сегодня у нас 8 октября 2013 года вторник. Так что если Господь позволит, мы когда-то по просьбе многие люди просили закончим Новый Завет с толкованием блаженного феолакта архиепископа болгарского. будет закончено. Слава Христу. Благословен Господь. Ему слава во веки веков. Аминь. Господь, Продолжение следует...